Бригады водоканала были на месте уже в час дня. Чтобы добраться до поврежденного коллектора, рабочие сняли тротуарную плитку, а экскаватор разрыл площадку над площадью музыки. Нечистоты непрерывно перекачивали сразу несколько насосов. Произошло повреждение коллектора диаметром 1000 мм. С 1971 года постройки бетонный сгнил полностью свод. На участке порядка 5 метров, рядом с конституционным колодцем. В настоящее время задействовано 15 единиц техники. Повреждение устраняется в оперативном порядке. Существовали риски прорывов и дальше, так сказать, по течению. Поэтому в целях диагностики к разрытию подготовили и соседние участки. Справиться ремонтникам предстояло и с потоком сточных вод. В скором времени после аварии всех отдыхающих тамбовчан на набережной попросили удалиться, можно сказать, эвакуировали. И не разрешают, конечно же, в ближайшее время купаться в цне. Потому что частично стоки все-таки попали в воду. Вы посмотрите, как льется. Купание на всех пляжах канала и самой реки Цны в городской черте запретили. Свои анализы воды уже взял и водоканал, и Роспотребнадзор. Специалисты отмечают наличие высоких рисков возникновения распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения. Будьте осторожнее. Мы вернулись на место аварии уже сегодня. Работы продолжали всю ночь. И длятся они уже практически 24 часа. Всю площадь музыки опутала сеть трупов и насосов, рукавов и каналов. Сзади меня сейчас идет работа по остановке излития канализационных стоков в реку Цну. Сочица зловонный ручей из-под люка до конца так и не перестал. Для перекачки нечистот колодцу на склон набережной краном поставили мощный насос, предварительно выкопав площадку для его установки. Как соломинку опускают в стакан с напитком, в канализационную систему погрузили трубу для отсоса. На данный момент работы не прерывались в ночное время. То есть мы ведем работу в круглосуточном режиме. Уже проведены земляные работы. Отключение коллектора не происходит. Он переключен на временную схему благодаря использованию перекачек и насоса. Сейчас водоканал готовится к укладке новых труб на поврежденном участке. Провести комплексную работу можно будет лишь после заключения концессионного соглашения. ТКС уже провели инвентаризацию сетей и сдали в администрацию Тамбова отчет о техническом обследовании. На его основе разработаны предложения по заключению соглашения концессии и инвест-программы на 30 лет.